Всем привет! С вами канал Артмания. Я варю кашку. Тут я варю кашку. У нас просто сегодня геркулесовая. В прошлый раз у нас была геркулесовая вместе с Манкой. Ну, что-то Диме это не особо как-то так понравилось. И сегодня варю геркулесовая. И с Димой мы здесь занимаемся. Оказывается, этот ящик. С ним, в нем, вернее, то, что хранится. Можно заниматься с ребенком. Я сидела и кушала. Он тут ковырялся. Я думаю, дай я попробую объясню ему, какой предмет, как называется. Длинный, короткий. По форме, по материалу. Думаю, дай я ему объясню, поймет ли меня ребенок. Он находит, причем здесь у меня очень много разных. То есть, и половника. Вот есть два. Один половника я ему показала. А, вернее, два я показала, объяснила. Положила, говорю, теперь найди. Он нашел второй половник. Толкушечки так же. Вот они. То есть, у меня здесь по два предмета, да? Вот. И он у меня и ищет здесь. Да, еще там топор лежит. Кстати, топор вот этот вообще ни о чем просто. Просто ни о чем. Покупала, чтобы мясо рубить. Поскольку у меня ножом первое время, когда я еще совсем молодая была, у меня не получалось. Вот. Ну, это вообще ни о чем. Это вот только его используют, как вот эту толкушку. Не знаю, я думаю, его... Просто его держу. Если воры придут. Хотя... Ну, вот надо его выкинуть. Короче. Не нужно ни нафиг. Да. Мясо я все равно не отбиваю и не бью. Вот. Да, здесь лопаточки у нас, да? Ситечка там есть. Ножи еще есть. Но он пока до них не добрался. Слава богу. Да. Вот две лопаточки. Но только, правда, это лопатка-ложка. Ну, это ложка больше, наверное, такая. Да? Но она тоже с дырочками. Поэтому Дима подумала, что она лопатка. Вот. И каждый предмет объясняет, что с ним можно сделать. Это довольно интересно. И сама начинаешь вспоминать, как каждый предмет называется. Потому что, правда, я забыла. Особенно вот это вот, блин, я никак не могу вспомнить, как это называется. Мне в голову приходит сачок, совок, что-то такое вот это. Непонятно. Капот, компот. Блин, вот. Как-то похоже на название. Короче, я не помню, как она называется. Я сейчас думала, честно говоря, позвонить маме и спросить, как она называется. Но думаю, ладно. Звонить ради этого только. Короче, я забыла ее, как она называется. Вот. Ну, короче, куча всего. Давай, Дима. Найди мне половник. Половник. Куда ты пошел-то? Половник. А, ну, это, кстати, похоже на половник, но это ситечка, Дим. Это маленькая ситечка. Смотри, она почти прозрачная. Вот она, прозрачная. Это ситечка маленькая. Да, у мамы много ситечек. Это третья по счету. Половник. Ты только что его поднимала. А, молодец. Это тоже ситечка. Они похожи. Покажи зрителям, подписчикам нашим. Да, они похожи. Это тоже ситечка. Только вот этим ситечкам чай кладут в него. Заваривают. А вот в этом ситечке можно, допустим, муку просеять, например, да? Какие-то ягоды отжать через него. Или там что-то такое. Или сахарную пудру, например, через него. Я вот из-за этого, кстати, его покупала. Чтобы сахарную пудру посыпать. Да, какая она штучка интересная. Я не буду тебе показывать, как она открывается. Так, теперь найди что-нибудь еще мне. А лопатка? Смотри, а там лопаток так много. Раз, два, три, четыре. Здесь точно есть разные. Ищи, ищи. Тут уже беспорядок у меня. А когда я сюда все складывала, здесь было прям... Порядок был вообще классный. Когда начал ковыряться Дима, то вообще... Это ложка, да? Ложка-лопатка. У нее какие, смотри, зубчики. Да, зубчики какие у нее есть. Так, у нас тут уже каша почти сварилась. Будем сейчас выключать. Так, вчера я распечатала свое постельное белье новенькое. Мне уже сегодня сон приснился, как я сплю вот на этом. Первое будет это. Дима, подожди. Вот какое оно здесь прям красивое. Здесь полосочка. Я не очень люблю полосочку, но вот эти вот были очень красивые. Не знаю, зачем так делают, что здесь полосочка. Лучше бы полностью... Ну, вот это вот очень красиво. Изначально, когда его показали, мне оно сначала не очень понравилось. Но папа сказал, давай возьмем на 10 цветочек, тебе потом понравится. Он был прав. Мне прям понравилось оно очень-очень. Хорошо, что мы его взяли. Ну, конечно, папа меня знает же. Лучше, чем я сама себя. Дима, кто тут хулиганишь? Поставил тут, кстати, себе штативчик у меня. На самом деле, это лампочка. И здесь, кстати, вот эта вот тренога мягкая, которую я заказывала на Озоне. Заказывала я 20 с лишним сантиметров. Ну, было написано. На самом деле, она оказалась гораздо меньше. 16 всего. Но, тем не менее, заплатил за нее 800 рублей. И сейчас об этом очень сильно жалею. Хочу ее вернуть обратно, но у меня нет чека. Там можно без чека, но все равно что-то мешает. Вот. Не знаю, просто в Самаре у нас больше нигде они все закончились. На всех сайтах их нет. Видимо, они появятся только зимой. Я боюсь, что она все равно такая очень жесткая. То есть, они двигаются тяжело очень. Я боюсь, что если я ее отдам, куплю дешевле, то она будет хуже по качеству. Но, тем не менее, я уже деньги отдала. Вот. Молодец. Вторую клади сверху. Клади. Ну, видишь, она у тебя другим концом падает. Ну, плакать не надо. Не получается у тебя. Ты ее как кладешь-то? Вот так положи ее. А эту положи вот так. Смотри. Все держится. И у тебя получится. Подкоп хочешь? Под нее? На вечер сегодня у нас курочка. Давно хотела курицу. Уже мечтала. Курицу, курицу. Наконец-то купили курочку. Сейчас будем кушать. Сейчас уже поздно. Мы гуляли, но я не стала снимать. Потому что опять набережная. Опять все то же самое. Вот. Вы все это миллионы-миллионы раз видели. Я не стала снимать. Сейчас думаю, наверное, зря может быть. Вот. Курочку, кстати, специями. Здесь вот укропчик. Семена. Очень-очень их люблю. Кориандр тоже очень люблю. У меня специально специя для мяса, но не острая. Не люблю острое. И там вот, кстати, когда я шопингом занималась, я купила вот такие вот новые ложечка с вилочкой Диме. А старая его ложечка поедет на дачу. Потому что я каждый раз ее вожу туда-сюда. А всячески боюсь забыть. И просто я уже надоела постоянно один и тот же предмет его туда-сюда возить. Поэтому старая поедет на дачу. Все старое у нас на дачу. А дома у нас будет новенькое. Вот. И она с выпуклостями вот такими. Вот она выпуклась. Силиконовая, по-моему, она там даже. Я думаю, она выскальзывать у него не будет. Потому что периодически бывает у него выскальзывает она. Падает или она ее, не знаю, бросает. Ну, единственное, вот она металлическая здесь. И вилочка. Ну, вилочка нам еще, наверное, рановато. Стоила она, кстати, 119 рублей. И где-то, кстати, я, по-моему, в Ашане видела такие приборы для взрослых полностью. Еще с такими штучками, как конструктор. Вот. Была еще розненькая. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Вот. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok